На этом аэродроме жизнь начинает кипеть в 5 часов утра. По выходным здесь собираются как профессиональные аэродайверы, так и обычные любители острых ощущений. Аня одна из них. В компании Новичкова она единственная девушка. Говорит, никогда не считала себя экстремалом, но когда предложили прыгнуть с парашютом, отказаться не смогла. Решилась, предложили, решила пробовать. Почему нет? Но прежде чем шагнуть из соболета в небо, нужно хорошо подготовиться на земле. Инструктор Иван показывает ребятам воздушное судно, объясняет, как правильно прыгать и вести себя в воздухе. И прыгаем туда вдоль крыла, вниз ногами, ни в коем случае, не ныряя и не пувыркаясь. Ребята говорят, до того, как вошли в самолет, были спокойны, но здесь появилось первое волнение. На них еще нет снаряжения, под ногами земля, но от страха в голове путаница. Один, пятьсот два, пятьсот три. Кольцо нужно дернуть, еще раз. А на подготовительной площадке ребятам показывают парашют. Раскрыть его нужно будет уже через три секунды после прыжка, поэтому новые знания закрепляют на деле. Это малый военно-транспортный самолет Ан-2. Уже через пять минут ребята совершат свой первый в жизни прыжок, а сейчас последнее напутствие инструктора и проверка снаряжения. Парашюты за спиной ребята занимают свои места в самолете, на лицах переживания. Волнуется и инструктор, говорит, реакция на высоту и прыжок может быть непредсказуемой. У некоторых, некоторые там как-то смеются, у некоторых там дрожат руки, ноги. Ну ничего, все справляются с этим. Справились и эти смельчаки. По команде один за одним они шагнули за борт самолета. Полет с парашютом длился чуть более пяти минут. Приземление, новые эмоции, гордость. Классический прыжок с высоты тысячи метров для этих ребят теперь новая покоренная вершина. Ощущение массы, начиная, когда я летела, когда прыгала, не поняла даже. Прыгнула и все, и тут земля. Ощущение класс. Очень страшно было перед вылетом. Даже не так страшно было, когда падаешь. Больше страшно, когда в самолете летишь. Как-то такое ощущение непонятное. А так вообще классное ощущение, когда особенно вот это вот уже, тебя дергает этот парашют. Ну, класс. Помимо эмоций на память о первом прыжке у ребят останутся сертификаты. Также их поздравили и профессиональные авиадайверы. У них для дебютантов есть специальный ритуал. Злата Байрачная, Роман Фролов, Панорама.